Воскресенье состоялся поистине праздник спорта. Ноги пришли семьями с детьми. Традиционная массовая гонка в этом году имеет особое значение. Это не просто спортивное состязание, а дань памяти всем тем, кто приближал великую победу. Свыше 100 ямальцев поддержали своеобразную акцию. С самого утра в районе Соцарктика царила спортивная атмосфера. Профи и просто любители лыжни, судя по настрою, готовы покорить дистанцию в 2 километра. И кажется, сама погода поднимает боевой дух участников. Порывы ветра как вызов для всех собравшихся. Приобщиться к лыжному спорту можно с раннего возраста. Самым юным участником ямальской лыжни стал трехлетний Савелий. Под присмотром и при помощи родителей он смог преодолеть несколько метров лыжные трассы. Преодолеть такие расстояния для многих начинающих лыжников не так просто. Однако, все постарались дойти до финиша. Любители спорта, трудовые коллективы, школьники, многие жители встали на лыжи. О силе воли и духа многих участников можно просто позавидовать. Возрастных ограничений среди участников не было. Самыми возрастными участниками были признаны Мухлынин Александр и Серпева Леонид. Самыми возрастными участницами стали Сафарбекова Зоя и Макаренко Ольга. Давно участвую в семье? Я уже много лет. В этом году тяжело было? В этом году тяжело было, что ветер может быть, еще лыжи старые у меня, а так нормально. Вообще, потому что у дороги прошло даже непогода, как вы думаете, это прямо показатель того, что? Это все равно, это то, что люди все-таки имеют желание, особенно молодежь, несмотря на погоду. Я считаю, что пришли самые стойкие и самые смелые. Ну, вообще, дальше будете участвовать? Ну, да, конечно. Но сегодня лыжня плохая. Лед, все время скользко. Среди победителей есть тоже новые имена. Среди девушек-победительницей стала Анастасия Серратета. У представителей сильного пола быстрее всех преодолел дистанцию в два километра ученик девятого класса Салендер Максим. Прошлогодний чемпион Серпева Идейка финишировал вторым. Скажи, пожалуйста, как давно ты участвуешь вообще в Едейке? Я уже четвертый класс участвую, как бы. Давно уже катать? Да, давно уже. Скажи, вот как у тебя получилось себе пробежать первым? Такие погодные условия тяжелые. Да еще при этом обогнать нашего действующего чемпиона, это Максим Идейка. Ну, не знаю, на ветер сложно было вроде. Ну, погодные условия сильно сказались на этом? Ну, нормально для меня. Я не почувствовал даже, как пробежал еще. Вообще, два километра для тебя это? Это легко мне для меня. Ну, в дальнейшем как-то больше еще? Ну, конечно, буду участвовать теперь. Массовым выходом на Ямальскую лыжню суверяне доказывают, большинство выбирает здоровый образ жизни. Спорт объединяет мужчин, женщин, детей, стариков и помогает открыть новую игра невозможного. На этом праздник лыжного спорта не заканчивается. И уже в эти выходные организаторы приглашают всех принять участие в арктическом марафоне. Уважаемые жители поселка и гости поселка, приглашаем вас на следующее воскресенье на арктический марафон. Призы, ветер, солнце, все для вас. Дистанция 5, 10, 15, 20 километров, все для вас. Дмитрий Конышев, Иван Дармаграй. Новости, люди, события, факты.